Игрокам, которым сегодня придется отпахать в этом матче поклонников. Итак, стартовый свисток в матче Польша-Россия. Россия-Польша продолжает все национальные сборные России, находясь под санкциями ВАДа, выступать без флага и гимна. Гимна Чайковского прозвучал. Форма наша, ну, разве что не имеет триколора на своей, собственно, груди, где и должно ему быть. Там логотип Федерации Гангбола России в синей форме сегодня, как и против команды Камеруна играет сборная России, возможно, на фарм. Но и польки качают мяч по задней линии о составе нашей команды немедленно. Итак, в центре обороны начинают Анастасия Ларионова и Елена Михайличенко. На позициях вторых защитниц Антонина Скоробогатченко и Юлия Маркова. На краях пока Екатерина Ильина и капитан команды Ольга Фомина. Все заканчивается вот в этой продолжительной минуту атаки сборной Польши точным броском ее капитана Моника Кобылинска. Открывает счет в сегодняшнем матче. Да, счет открыт, но если пройтись по тому, что говорили перед матчем, наши соперники, во всяком случае, уповают. Они больше на свою игру в защите против команды России. Ну и, соответственно, нам тоже здесь в этом компоненте надо добавлять от игры к игре. Ну а исполнителей ярких в нашей команде хватает. И Антонин Скоробогатченко забивает первый мяч для нашей команды. Как мы любим. Симметричный ответ. Там левша, здесь левша. Один-один. Что дальше делать? Один-один. Дальше наблюдать за тем, как Польша готовится. Как она готова вообще, в принципе, к матчу. Потому что правильно. Мне даже понравилось, что это было немножко с юмором сказано, когда Юлия Моногаровой брали интервью перед этой встречей. Понятно, что понимают силу и всю опасность от соперника, который сегодня. Ну Юль спросили, чего вы ожидаете от соперников. Юль сказал, главное, мы сюрпризы ждем от себя. Главное, чтобы сборная России сыграла в свой гангбол. Ну и посмотреть, да, на Польшу. То есть это такая здоровая самоирония. Здоровая, да. Мне это очень понравилось. Поэтому сборная России, правильный вектор Людмила Бодниева задала ей, как бы играть не от соперника, а от своей игры. И если команда наша покажет свой хороший гангбол, а мы уже в исполнении этой команды его видели, то должно быть в этом матче все абсолютно хорошо. И вот первые задатки хорошей обороны. Блок против Моники Кобылинской. Давайте о составе польской команды, если она позволит, конечно, не будет сейчас атаковать, а будет атаковать лидер многолетней этой сборной Кинга Ахрук. И снова работает российский блок. И это очень хороший, конечно, знак. Командное набегание. Екатерина Ильина. Ну и можно остановиться. Пожалуй, это и сделает Елена Михаличенко. И начнется заново российская атака. На спинах не получилось. Но польская команда, вот кто-кто, а уж Польша всегда, во все времена, при разных тренерах, всегда играет от защиты. Поэтому сегодня мы, наверное, вряд ли увидим много забитых мячей. Ну, разве что не зайдет вдохновение, например, на Елену Михаличенко. Но здесь ее остановить, конечно, было невозможно. По-прежнему затейпирован локоть у нашей замечательной левой полусредней. Надежда, какие у вас инсайды по поводу состояния ее локтя броскового? Мы с Леной общались. Очень многие болельщики переживали по поводу ее повреждения, которое она получила в игре с Норвегией, если не ошибаюсь, или в предыдущем матче с Голландией. Общались мы с Леной обязательно по этому поводу. Она сказала, что ее локоть не затейпирован. Как бы больше памятой о старой травме сказала, что вроде все хорошо. Она страхуется. Поэтому он в оптимальном своем физическом состоянии, Лена, болельщикам передавала привет и сказала не волноваться по поводу локтя. А вот тут привет передает наша востроногая, тонкокосная Екатерина Ильина. Она повторяет мощнейший бросок в таком прыжке атлетичном Елены Михаличенко. В другой совершенно манере забросила свой мяч Ильина. И вот уже 3-1. И вроде бы уже можно успокоиться. Нет? Нет, я просто, наверное, вернусь больше. Во втором тайме в осмотре будет складываться игра. Но пока сборной Польши будет точно сложно, потому что исполнителей ярких в нашей команде хватает. И тот рисунок, который они взяли на сегодняшний матч, пока себя не оправдывает в том плане, что сразу с нескольких позиций издалека наши браки ярко проатаковали. Я, честно говоря, немножко удивлен, что Моника Маличкевич начала в воротах у сборной Польши. Здорово опять играют наши в обороне. И Ольга Фомина! 4-1. Польки, по-моему, напрасно ввязались в быстрый гандбол в первых минутах. По-моему, их сейчас, да, уже Арнес Энсу приглашает прийти в себя. Первый тайм-аут сегодняшней встречи. Да, Ольга Фомина, смотрите, все сделала максимально четко. Я не знаю, Маличкевич тут пыталась из себя что-то в рябну лежащее изобразить, что в него надо попасть. Во-первых, были правильные сделаны выводы по поводу игры нашей команды в плане реализации после первого матча. Ну и здесь с паузой. Ольга Фомина проатаковала и заставила так действовать голкипер. Лайн-плеер, окей? Просто осуществляйте ситуации здесь. В... Извините, мы не изменим для лайн-плеера, мы изменим для левого матча. Здесь, мы сейчас идем слишком далеко. Мы должны быть близкими и затем оттекать крошки, потому что мы имеем много места. Мы можем также играть один против один, но мы не можем просто взять паузу для того, чтобы идти в себя. Нужно играть и затем идти. Мы начинаем теперь с плюсом, с плюсом, Стива. Давай, давай, давай! Арни Сенстадт, норвежский специалист во главе сборной Польши. Вообще иностранцев тут уже хватало. Киму Расмусену довольно легко мы вспомним. И его знаменитую победу на чемпионате мира 2015 года. Плей-офф обидел нас тогда Ким Расмусен. Но, честно говоря, я не уверен, что это так мягко говоря. Моника Маличкевич, главный герой стартового отрезка. Сейчас нам счет покажут, и вы удивитесь. А при чем здесь Маличкевич? Счет 1-4. Ну, как бы не в пользу сборной Польши. Пока вот из того рисунка, Артем, мы говорили, да, чего нам ждать пока. Очень неплохо действует наша команда в центре обороны. Мы все очень увидели яркие вот эти блоки. Их было уже три. Сменили, кстати, линейную. Вот первые пять минут отыграла, по-моему, Шаровага. Или как раз сейчас она вышла на площадку. Да, Шаровага появилась. А играла другая линейная с первых минут. Ну, в общем, Кингахрук забивает второй гол в польской сборе. Да, ну а линейную как раз таки сменили. Потому что, когда два защитника сразу выставляют блок, это как бы дает знать тренеру о том, что линейный не справляется с позицией, не как бы не ставит заслон. И легко для сборной России давались эти блоки. Линейного сменили. И там не сказать, что атака была очень острой. Там просто Гелорионова чуть-чуть не дотягивалась до руки. Я думаю, разберутся в следующей атаке. И с этими дальними бросками тоже. Михаличенко, Ильина качают в польскую оборону. Довольно активную наши девушки. И с легкостью. Да, все довольны. Все довольны. Хорошее начало матча. Елена Михаличенко очень уверенным броском. Вновь, кстати, вверх. Я так думаю, что манеру вратаря, конечно, изучили. И все идет у нас вверх. И это абсолютно верно. Кобылинска. Перехват едва не случился у Фоминой. И завязана одна из игроков задней линии польской команды. Это Романа Рошак. Она в розыгрыше сейчас. Кобылинска и не вижу, честно говоря, Марта Генга. По-моему, сколько уже перестановок. Смотрите, Арнес Энстед. Ну, я не знаю. Это Ахрук, я извиняюсь. Да, Марта Генга пока на площадку не выходила. Но и она может выйти. Хорошая передача. В линию! А там есть Анастасия Лагина. Вот это уровень. Настю мы даже не представили еще в воротах. Но, собственно, она в игре еще и не участвовала толком. И вот ее сейв. А что это там себе позволяет польская команда? Товарищ судья, можно узнать? Ну, можно только на эмоции списать польской команды. Потому что план, который был задан тренером, мы об этом уже сказали, пока не срабатывает от слова совсем. Мы там на прямые руки, да, выкинули практически, и Ксирину Лину вообще с площадки, с игровой. А я хотела обратить внимание, так как не все равно к этому вернешься, а смотрю на ту позицию, в которой сама играла. И мне очень нравится, что несмотря на то, что сменили линейного, и у Анна Шаровага, которая вышла в линию, достаточно мощный линейный игрок. Ну, насколько девчонки успевают затолкнуть ее в зону и не дать занять позицию, пока отрабатывают в центре. Очень неплохо, но по-второму зарабатывают все метры. Да, это Моника Кобылинская, напрыжка, уход в сторону от Юлии Моногаровой, от Юлии Марковой. Моногаровой пока на площадке нет, я извиняюсь. Ну и будет пенальти. Девятый номер. Магда Бальса. Она поднимается со скамейки и удивляется. А откуда же этот сейф Анастасии Лагиной? Настя очень, конечно, спокойна, очень уверена в себе. И дай бог, чтобы так продолжалось дальше. Но ничего страшного. 6-3, играем дальше. 8 минут позади. Очень хорошее темповое начало для сборной России. Екатерина Ильина, Антонина Скоробогатченко и Елена Михаличенко. Здорово, здорово. Девчата нашей задней линии начали этот матч. А что здесь? Кстати, судей мы-то не представили пока что. Давайте сделаем это. Датская пара. Карина Кристиансен, Лина Хансен. Ну, вроде как, самое что ни на есть гонбольная держава. Но, к сожалению, к этой паре, которая считается в Дании среди женских ведущей, постоянно почему-то в больших матчах, причем на уровне и клубов, и сборных, возникают вопросы. Будем надеяться, что сегодня, даже если эти вопросы возникнут, они ни на что особо не повлияют. Вот желтая карточка одной из центральных защитниц, той самой линейной, Йоанне Шароваге. Спокойно здесь разыгрывают мяч. Анастасия Иларионова там из линии высоко выходит. Но я обращу внимание, возвращаясь к тому матчу со сборной Камеруна, что... Мне показалось, была пробежка, но голову Еленой засчитали арбитры. Еленой вернули просто ту ошибку, когда ее откровенно на две руки действительно выталкивали. Там обязательно должно было быть удаление, но обе датских арбитров просмотрели в тот момент. Да, скорости действительно серьезные, и я, честно говоря, не понимаю, зачем так играют польки. Что они хотят выловить в таком гонболе против наших. Заработала Кобылинская еще один пенальти. Она левша, левша со скамейки, правая крайняя номинальная, Магда Бальсом. Выходит! Настя, ну просто чудо! Посмотрите, что она делает. Два подряд отраженных семиметровых. Анастасия Лагина. Сборная «Всея Руси». Настя, конечно, прибавляет от турнира к турниру. От ее участия в Лиге чемпионов. В восторге все болельщики и все эксперты, которые следят за ее игрой. Но, конечно, только остается радоваться развитию нашего голкипера. Но она при этом, да, два пенальти подряд парирует. Это такая отличная помощь на последнем рубеже. Ну вот сейчас Антонина Скорбогаченко сделала то, что делать не нужно. То есть бросила вниз. Все, что забили наши, это броски в верхний сегмент ворота. Антонина хорошо поднялась. Хороший прыжок, бросок неплохой. Но Маличкевич, она вот эти штанги подчищает и парировала мяч. Кобылинска, Рошек и Ахрук по-прежнему играют в задней линии. Две номинальных разыгрывающих. Кинга Ахрук и Рошек. Передача в линию. Но передача-то неудобная. Игра ногой. Все верно. Артем, помимо прочего, Настя Ларионова, как бы сзади, подходя к линейной, к шароваге, она вытащила ее из зоны. И за счет того, что так сделала шаг вперед, ошиблись передачи игроки задней линии. В общем-то, этот момент как бы в большей степени заслуга наших центральных защитников. Количество потерь радует глаз. Не правда ли? 2-0 ведем по этому показателю. То есть ни разу еще сборная России не ошиблась. У меня такое впечатление складывается, что арбитры читают игру настолько, что свисток раздается раньше, чем мяч в ворота влетает. Видно было, да, что хорошая позиция. Действительно, у Елены Михаличенко, там под нее все та же Анастасия Ларионова подработала. Но Настя хороший отрезок выдает, играя и в защите, и в нападение. Забавно наблюдать, что люди в Побелон, в полидепортиво, в Пла-де-Лярк, в прекрасном городе Лирия только приходят. А счет на табло уже 8-3. Они сейчас, конечно, немножко удивились. Чуть-чуть запоздали на 10 минут, а там уже Альссори. Это же Испания. Такой южный, размеренный, да. Испания Пента. Колорица, сиесты, все дела. Может, она недавно закончилась. Вечерняя. Как-то уже припозднились они сиесты со своей. Ну, в общем, у испанцев все размеренно. Да, а в наши ворота, похоже, польки... Третий сейф Анастасии Лагиной. Настя не может брать этот мяч. Да, помогает там Катя Ильина. Но этот отрезок просто феноменальный. Если возвращаться к операторам, которые, в кавычках, так скажем, не того голкипера показывали, здесь как бы самое время показать. Эти три спасения. Можно там успеть склеить эти моменты от Анастасии Лагиной на высоте. Они подготовились, я уверяю вас, Надежда Стандинна. 8-3. И, честно говоря, немножко становится жаль уже сборную Польши, что она под так... Алло. Считают арбитры, что был фолл в атаке. Ну, ладно. Играем дальше. Я говорю, хочется пока жалеть сборную Польши, потому что у нее ничего не получается, кроме передач в линию и вымученных пенальти. Йоанна Шаровага становится таким образом ключевым игроком. Я напомню, ее не было в стартовом составе. И вот она вышла, и действительно хоть что-то через нее стало получаться. Сильвия Матущик, получается, да, была в стартовом составе. И вместо нее вышла та самая Йоанна. Ну, конечно, сказка из этих спасений Лагины не могла продолжаться дольше. Но три подряд взятых пенальти – это уже суперклассно. Рошек забивает уже сколько там бьющих? Три бьющих, да, попробовали? Да, я тоже хотела сказать. Редко бывает, чтобы так быстро меняли бьющих. И насколько надежно действует Анастасия Лагина, приходится Арнес. И надо сюда доискать того, кто все-таки сможет найти противодействие нашему голкиперу. Но дуэль еще не закончилась. Все только в самом разгаре. И Антонин Скоробогаченко находит ли себя позицию уже практически на левом полусреднем. Артем, хочу обратить внимание, насколько в разных точках стали наши игроки искать позицию для атаки. Примечательно было, когда Елена Михаличенко там по позиции правого полусреднего протоковала и забила. И сейчас широко играет Антонин Скоробогаченко. Ну, то есть обратный вход, да, правого полусреднего на левого полусреднего. Но это задача самой простой степени сложности. Это Екатерина Ильина переигрывает вратаря соперника. И давайте вспомним. Ее вот очень интересная параллель. Мне кажется, она, конечно, как будто покажется неуместной. Но ведь смешно, как мучились девчата в начале матча с Камеруном. И что они сейчас вытворяют с Польшей. Они тогда за тайм забросили 17 мячей, по-моему. Они сейчас, мне кажется, Польшу больше, чем 17 забьют за первый тайм. И это будет позор для Польши, прежде всего. Здесь можно поставить, да, задачу. И частенько такое бывает, ну, правда, в детских командах, когда просят от команды не пропустить больше 10 мячей. Посмотрим, как будет в этом тайме. Но пока из того Артем что-то сказал, как бы видно, что правильные выводы успевает тренерский штаб нашей команды сделать. Ну, и что, собственно, и говорит о дисциплине команды, что связь с тренером налажена. И успели принять бенболистке все, что было сказано. Да, по-моему, просто сумасшедший настрой. Мы прочитали сейчас в крупном плане в глазах Анастасии Ларионовой. Наша оборона просто железобетон. Я совершенно не боюсь сглазить, потому что, ну, все. Все читают в исполнении поля. Они уже устали, по-моему. Они еле двигаются. Посмотрите на них. И передачи неточные. И Анастасия Лагина отдает точно. Да что же вы делаете, девоньки, успокойтесь. Артем, нет, не надо их успокоить. Я просто хотела вернуться к моменту в защите. Такая же ситуация, когда была передача от Полик в ноги своему линейному игроку. И здесь неточная передача была как раз-таки вызвана тем, что два защитника центральных со своей позиции, который занимал линейный, его сместили. И просто расчет полусреднего уже был этим обусловленный. Он был неточен. Снова относим эту потерю больше как бы в актив наших защитников в центре. Сменили голкиперов. Польская сборная Адриана Плачек. Но это не мешает нашим продолжать забивать. Точно так же, как это не мешает промахиваться польской стороне. Не точный бросок с позиции левого полусреднего. Набегание Антонина Скоробогаченко. Ну, на такое скороспелое решение. И блок помогает справиться Адриане Плачек. Останавливаются польки. Идут какие-то, по-моему, совершенно спорадические замены. Не знаю, контролирует ситуацию Арни Сенс. Его, конечно, квалификация никто не сомневается. Такое ощущение, что поплыл и он вместе с командой. 39-й номер на площадке Наталья Носек. У нее мяч в руках. Рошак, Носек. Такие вот почти однофамилицы. И перепутать их довольно просто. Ну, разве что бросковые руки разные. Но совершенно. Мяч даже не ходит нормально по задней линии. Ну и случайный гол мимо блока. И около лица Анастасия влагина. Ну, это было, да, хорошо исполнено. Но тут, наверное, стоит сказать, что Милана Таженова, которая только вышла в защиту, пока еще не почувствовала. Все из-за варбухи, которые там в нашей сборной исполняются, я думаю, войдет в игру и не допустит больше таких ошибок, пока Милана Таженова уступила место в центре Екатерины Ильиной. И снова такие частые и быстрые смещения. И смена места нашими игроками. Ой, хотелось бы, да, чтобы этот мяч все-таки прошел. Насколько падая, Елена Михаличенко увидела, куда смещался вратарь. И пока в плане реализации своих моментов сборная России точно добавила в сравнении с первым своим матчем. Ну, сейчас вскрикнула там от неожиданности соперница. Досталась чуть Наталье Носок от Елены Михаличенко. Ну, ничего страшного. Пришла в себя. И продолжается атака польской команды. На левый край выходит Октавия Плуминска. Взамен действительно какое-то совершенно нереальное количество. Все ищет, ищет, не находит пока Арне Сенстук. Ну, хотя бы перестала команда падать в пропасть. Вот эта разница в счете остановилась. Но Анастасия Лагина просто невозможна. Ее, конечно, перехваливать тоже не хочется во втором матче чемпионата мира. Но Настя просто бетон в воротах. Три пенальти и сколько уже с игры она что прочитала, что помог там блок ей. Ну, в общем, замечательно играет в защите. И тут надо бич своими именами называть. Атака сборной России 10-5 на 18-й минуте встречи. И вот Юлия Моногарова и выход одного из самых опытных наших игроков. Мы не будем забывать, что в этом составе кардинальные перестановки произошли со сменой тренерского штаба. Целый ряд олимпийских призеров Токио и олимпийских чемпионок, всем известных, вот Дарья Дмитриева и Анны Вяхеревой. Сейчас в составе нет. И мы привыкаем к этому новому облику, к новым сочетаниям, к новым возможностям российской сборной. И понимаем, что это по-прежнему все тот же топ-уровень мирового гонбола. Ну, я с своей стороны хочу сказать, может быть, это в определенной степени смелость обоих тренеров сегодняшней команды. Потому что Людмила Бодниева взяла курс на омоложение в сборной. Понимая, что это все равно должно было случиться всего три года до Олимпийских игр в Париже. И, конечно, здесь стоило рисковать. Я считаю, сильный поступок и одного, и другого наставника Арне Ценстадт, в свою очередь, отказался от игры Каролины Кудлач. Там, конечно, очень долго тоже в прессе это все обсуждалось. Но это такой рискованный шаг, на него оба тренеры пошли. Ну и пока, похоже, команда пока что только в этом. В остальном в сборной России доминирует очередной быстрый отрыв в исполнении Юлии Моногаровой. И защита сегодня работает и тот компонент, от которой сборная России играет. Ну вот, улыбается наша ла-бомба. Я думаю, что вот эта вот, ну, знаменитая уже. Знаменитая уже. Да, мы пока придержим, потому что не нужно. Юлия широко улыбается, все мы пляшем и радуемся тоже вот в этой испанской сиесте. Потихонечку, не торопясь, как испанцы любят, мы вкатываемся в чемпионат мира вместе с нашей командой. И главное, что сборная России вот дарит нам эту возможность делать это действительно с удовольствием, без каких-то там сверхусилий, преодолений и прочего. Милан Таженова, Артем, возвращаясь к тому моменту, тот бросок, который она пропустила. Сейчас вот у Миланы ее активные действия как раз-таки почувствовала, как играет сборная в обороне. Очень активно вышла практически на 9 метров и очень хорошо в контакт вошла со своим игроком. Жестко отыграла. Ну и здесь Михаличенко чуть, пожалуй, по темпу отставала от линейной. Но Анастасия Ларионова сегодня без замен пока играет, успела помочь Лене в центре. А давайте не будем забывать, что Анастасия Ларионова единственная номинальная линейная и проверенная центральная защитница. Вообще, я так предполагаю, что Настю ждет огромное количество игровой нагрузки. И мне кажется, задача Милы Бодниевой все-таки перераспределить нужные моменты ее занятости. Ну, грубо говоря, ротировать ее тогда, когда счет двукратный в нашу поле. Я согласна. Мы, собственно, увидели это в игре с Камероном, как хорошо Людмил Бодниевой как раз-таки с этой опцией справилась Настя Ларионова. А игру с Камероном вообще игрой можно назвать? Мне кажется, первый тайминг – это какие-то мучения, а второй – издевательства. Ну, Артем, я при всем уважении, абсолютно уважительно отношусь к тем командам, которые участвуют в этом чемпионате, потому что для них такой большой праздник. Конечно, это была игра. Я согласна. В этом вопросов нет. Да, я согласна в том компоненте, в котором ты говоришь, но это была действительно игра, и в ней Людмила Бодниева, чем мне была эта игра приятная, в ней были положительные моменты, как раз-таки показала, каким образом она будет снимать нагрузку с Анастасией Ларионовой. Ну, и тот рисунок, который в втором тайме был в игре с Камероном, он был хороший. Ну что, вот эти сверхскорости, беготня, суета, мне кажется, сходят потихонечку на нет, пошли замены и у нас. Смотрим. Вот она ротация Людмилы Бодниевой. Карина Сабирова на левом полусреднем пока, на правом Ольга Щербак. В центре Екатерина Ильина, то есть мы имеем новых полусредних и по-прежнему Илларионова, которая сражается в линии. Щербак. Карина Сабирова оказывается в центре и входит в линию не очень удачно, мне кажется, не очень своевременно Юлия Моногарова. Ошибка, что польки, они даже и по быстрому переходу забить не могут. Настолько здорово вернулись наши. Подстраховала центральных защитниц, если я правильно увидел, Ольга Щербак. Все правильно, да. Артем, ты увидел, но в предыдущий момент там в одной точке действительно сошлись входящие игроки. И там Катя уже, находясь в воздухе, конечно, не могла другого решения принять. Пока это не частые ошибки технические от нашей команды, что тоже радует. Семь метров опять с опережением, Артем согласился, с опережением еще не бросил игрок. Единственное, что это может быть некая такая техническая история, что звук опережает картинку, такое бывает. Который уже пятый пенальти. А они забить пенальти не могут. А у них руки дрожат. Мне нравится, Артем так спокоен. Да, они забить пенальти не могут. Хотя это... Ну как, действительно. А Полина, посмотрите, Полина Каплина, наш второй галкипер, конспектирует эти промышки. В корзинку складывает. Один за другим, как яички, как мы любим. Ну да, кстати, примечательно, что наши галкиперы действительно пишут в режиме онлайн на листочках, делают записи. Хотя я даже не припомню, какая из команд еще так делает. Ну то есть по науке работает сборная Польши, но наука что-то не помогает пока. Наши вот эти эпистолярные записки на полях, да, вот они нам помогают завсегда. Согласна. Ну вот Екатерина Ильина здесь, конечно, от всей души размахнулась, но не рассчитала сил. Ну а где мяч, извините, пожалуйста. Да, небольшой застоп был. О, замечательный левый крайний Октавии Пламинской. Оля Щербак. Ну разве этот севастопольский набор можно остановить? Артем, вот честно, с языка с ним, я хотел сказать, что Оля Щербак настолько, во-первых, на скорости очень сложно ее удержать. Играли мы с ней еще, когда заканчивая свою карьеру вместе, она еще только поднималась и развивалась как игрок. Но Оля, конечно, во-первых, самоотверженна, но при этом скорость ее, когда она ее набирает, конечно, сложно остановить. Но добавит Оля еще бросок в свой арсенал и будет очень опасным игроком. А что не так пока с броской? Она его не так часто использует. Понятно, что крупные турниры как бы дают и уверенность игрокам. Для Оли это дебют в составе национальной команды на чемпионате мира. Но каждый такой турнир, да даже не каждый турнир, а каждый матч такого уровня добавит ей уверенности. И она просто будет использовать то, что у нее есть. Быстрейший, какой только возможно, обмен точными бросками. Там Кобылинская, здесь Карина Сабирова, 13-6. Ну, по-моему, Арнель Сенстер тоже расстался с надеждами что-то выловить в этом матче. По крайней мере, если он собирался это сделать, то второй тайм-аут просто напрашивается немедленно. Вот так выпрыгивала в сторону, не вверх, а в сторону от соперника Карина Сабирова. Непростое техническое решение, но все сделано по высшему разряду. Да-да, появляется на площадке вновь Матущек, линейная польская команда, которая была в старте. Подбирает мяч после очередного сейва Лагиной Милана Таженова. Переход, и здесь Карина Сабирова не переигрывает. Плачек Юлия Моногарова, конечно, быстрейшие ноги, сумасшедшая реакция. Суператлет Юлия Моногарова, но все-таки не забила. Ну, а здесь как бежала по прямой, так зажмурилась, влетела в наши шестиметровые владения. Кто это? 22 номер. Александра Росяк. Ну, а я со своей стороны еще вот хорошо, что нам классно показывают повтор в исполнении Карины Сабировой. Два броска были. Я пока придержу к второму тайму, понаблюдаю за игрой Карины Сабировой. И маленький такой вывод по работе Людмилы Бодниевой, отношению к нашей команды, сделаю уже исходя из того, что наиграет Карина в тайме втором. Ну, а пока добавила она в свой арсенал броски, которых у нее не было. А я напоминаю наши подсчеты предварительные, того, сколько должна Россия забить за первый тайм, пока идем в графике. После очередного взятия ворот Екатерина Ильиной в спинальте. Да, кстати, Артем, не оставил эту тему, да, действительно, всего 7 мячей. Сборная Польши забила, ну, а Катя Ильина вполне эффективно. Действует 80% реализации от Кати Ильиной. Ну, в общем, честно говоря, больше всего хочется увидеть в онлайн-режиме цифры спасения Анастасии Лагиной. Насколько она загипнотизировала и, соответственно, отправила в кому сборную Польши в полном составе, в плане того, что забить они ничего не могут. Ну, вот разве что сейчас. Да-да, это 13-й номер команды Сильвия Матущик. Хороший пас, надо признать. Ну, и завершение Польской линейной тоже получилось неплохим. Колоритно выглядит 13-й номер. Они, судя по всему, в матче с командой Сербии на пару с Шаровагой сыграли плюс-минус одинаковое количество времени. Все-таки побольше у Матущик. Ну, и она, видимо, все-таки позиционируется как игрок стартового состава. Но у Шароваги тоже не задалось. Вернулась Матущик на площадку, а здесь пенальти. Так считает судейская бригада. Напомню, что датчанки сегодняшнюю встречу обслуживают. С мальчишской прической Магда Бальсом сама бросать не будет. Сама бросать не будет. Она уже в своей 7-метровой попытке ошиблась. Но, кстати, Артем, возвращаясь к гре с Сербией, команда Польши и там сотворила, конечно, не самый выдающийся процент реализации 7-метровых штрафных бросков. Там было 33%. Твое спокойствие, я понимаю, уже можно в экран не смотреть, когда 7 метров исполняют. Анастасия Лагина, четвертый сейф с 7-метровой отметки. Нет, ну сейчас она мяча, по-моему, не тронут. Нет, коснулась, коснулась. В верхнем углу доставала Настя этот мяч. Мне показалось, она просто опять обожгла взглядом мяч, и он улетел мимо ворота. Нет, это касание, да, будет к Насте записано. Но то, что психологически, конечно, дрогнули польки у них... Они все польку свою никак станцевать не могут. Я повторюсь, да, и в первой их игре 7-метровые штрафные броски не были их коньком далеко. Ну а здесь, конечно, с игрой Анастасией Лагиной процент только ухудшился. Ну и еще польки будут, судя по всему, до конца тайма в меньшинстве играть. За 2.20 до окончания первого тайма получает 2 минуты удаления Марта Гейнга. Одна из самых опытных, наряду с Кинкой Ахрук и Моникой Кобылинской, игроков сборной. Довольно резонансной историей была, как скажем, манкировал, в общем, Арне Сенстов, легенду всех последних лет в сборной Польши. Каролина Кудлач-Глотц не стал приглашать на этот чемпионат мира, не рассматривал ее. Очень удивилась этому разыгрывающая, которая многие годы играла в немецких клубах. Ну да, достается, конечно, Ольге Щербак, она такой игрок, который себя никогда не щадит. Ну а Екатерина Ильина вообще вот этой расслабленной своей кистью сейчас махнет и удивится в очередной раз вратарь. Добрый вечер. Кстати, опять-таки, вспоминая становление игрока Кати Ивиной, какую большую работу Катя проводила, смотрела и не стеснялась говорить того, что Анита Гербис для нее является кумиром в спорте. Но не кумиром, на котором во всем надо равняться, а кумиром в плане исполнения бросков. И Катя, конечно, колоссальную работу проводила на тренировках, чтобы добиться этой мягкости. Этой вот кутаперчевой кисти. Да, да, это обманчиво, что это просто природа, Катя их и дано, и мы все эти от этого кайфуем. Это действительно была очень большая работа. Катя оставалась после тренировок, мне кажется, больше остальных игроков. Ну и наработала феноменальную технику. Здесь по центру один из редчайших бросков, которые проходят. Девятый мяч забивает Польшу. Ну и, наверное, здесь где-то мы близки к нашему прогнозу. Мне кажется, это Ардисенцер поставил задачу 10 мячей за тайм забить. Вот они стремятся к этому, никак не приблизиться. Да, если для нас важно не пропустить, то он действительно уже с мольбой забить и хотя бы уже 10. Пока атака продолжается, чуть не ошиблись на передаче, но спасаем. Эй, 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 Арбита, сколько можно-то вот это вот исполнять, переворачивать там в разные стороны Ольги Щербак? Я соглашусь, грубая игра, это, конечно, часто вот остается под контролем все-таки Арбитров встречи, как началось с толчка. Екатерина Ильиной классно обыгрывает Карин Сабирова, а я пока коплю вот эти вот моменты от Карины. Вот он, этот астраханский огонь, начинает потихоньку полыхать. Посмотрите, как она сейчас махнула передачу. Там зажмурилась, смотрите. И вообще не поняла, что происходит. 22-й номер команды соперника. Александра Росик. Карина Сабирова. 16-9, 20 секунд играет. У Польши полный состав на площадке на эти оставшиеся 20 секунд. Ну, хорошо, да, два подряд мяча Росик забивает и немножко страдает, потому что слишком близко пришла на блок российская команда. Ну, забивать нужно, не нужно скромничать, девчонки. А зачем тогда сейчас свисток или это там тайм-аут? Нет, там к судейскому столу уже арбитры сходили. Напомню, Карина Кристиансен и Лина Хансен сегодня обслуживают поединок. Время еще не закончилось. На нашем секундомере одна секунда, в чем, честно говоря, надо бы усомниться, мне кажется. Да, и снимают, снимают эту плашку со счетом. Получает, судя по всему, Арнесенстат желтую карточку. И на этом, собственно, первый тайм заканчивается. Ну, конечно, не Камеру, но 16. Последний раз команды встречались в июне 2017 года на коллекционном этапе к чемпионату мира того же года. Ну и тот матч закончился победой россиянок со счетом 32-28. Ну, конечно, параллели достаточно натянутые можно проводить, потому что очень сильно изменились составы. Особенно это касается состава российской сборной. Но я думаю, что все равно хорошим ориентиром может служить, допустим, отметка в 32 заброшенных мяча. Потому что для этого нужно во втором тайме повторить количество мячей, которые были забиты в первом. Екатерина Ильина, как из автомата, продолжает щелкать эти 7-метровые. Она вообще видит вратаря, нет? Или ей все равно, кто там в воротах стоит? Я этот вопрос адресую, напомню, музеи и вдохновителям всей российского гонбола у микрофона. Надежда Муравьева и Надежда Константиновна по-прежнему добрейший гонбольный вид. Артем, спасибо большое. Я еще раз восторгаюсь игрой Анастасии Лагиной. Хоть там мяч и пришелся в перекладину, она его касалась, позицию занимала верно. Но пока, если добавить к твоим словам, по итогу первого тайма, конечно, радует статистика именно пропущенных мячей. Всего 10. Столько же Россия пропустила от команды Камеруна. И это позор для Польши. Надежда Константиновна, что происходит? Артем, ты же знаешь, давно знакомый. Я вот человек на позитиве. И не в смысле, что ты нет ни на негативе, просто я вот с оптимистической точки зрения смотрю не на позор Польши, а на удачные действия нашей команды. И как бы с этой стороны смотрю на эту статистику, она меня радует. Пока, кстати, у Полик стали получаться броски с дальней дистанции. Они набросали уже три, два в конце первого тайма. И вот открывает счет своим голам в тайме втором, тоже похожим броском. Ну, то есть то, что у них категорически не получалось в начале игры, они стали постоянно нагружать линию, они теперь вдруг вздумали, что у них полетит задняя линия. Вздумали и сделали, да. Там действительно в первом тайме наша команда справлялась с игрой линейного игрока. И там приходилось Арнес-Сенс, чтобы даже менять линейных. И в этом компоненте, да, Польша не смогла игру наладить, пока ищут ее с бросками с дальней дистанции. Там Кинга Ахрук на правах идейного вдохновителя, вожака, гоняет своих, ну, соответственно, подруг по команде. И пытается окриком испугать молодых игроков российской команды, в частности, Елену Михайличенко. Ну, как говорится, пуганные там девчата наши. Можно обкричаться хоть в этот томный испанский вечер. Вот так, спокойно и уверенно. Елена Михайличенко под планочку там поправила. Паутинку можно подкрасить еще заодно, если вдруг ободралась краска с перекладиной. Я уверена, наши комментарии не будут на все языки переводить. Но мне кажется, по первому тайму Польша попалась немножко сама в ловушку. Как раз-таки очень много во всех инстанциях трубят о том, что наша команда обновилась. И мне кажется, немножко польки попали в зависимость от информации, которая распространяется. Я согласна больше с интервью Юлии Монагаровой, которая сказала о том, что, несмотря на то, что у нас смена поколения, но опытных игроков хватает, и исполнителей хороших тоже хватает, пока польки не смогли подобрать ключи именно в защите. Потому что, Артем, ты меня согласишься, Антонинского богаченька мы пока не так много видим в игре. Но, выходя на замену другие игроки, есть несколько рисунков игры у сборной России. И Арсенал в этом плане богат, пока польки, мне кажется, не ожидали такого напора от нас. Ай, как здорово в прыжке сейчас отдала Ильина на край. Ну и расставилась российская сборная. Здесь Екатерина Ильина в центре. Щербак и Михаличенко на полусредних в линии. Давайте посмотрим, кто играет. Внимание, Карина Савирова. Да-да, именно она номинальная разыгрывающая. Ну или левая полусредняя действует в линии. И таким образом, та самая нужная передышка для Анастасии Ларионовой. На краях Полина Горшкова. Я не обратил внимания, она, по-моему, не выходила на площадку в первом тайме. И на правом краю Ольга Фомина. Все верно, Артем. И в игре с Камеруным был также первый стартовый свисток. Принимала Юлия Маркова на левом фланге. А в втором тайме выходила Полина Горшкова. Также, собственно, и в этом матче действуют наши крайние игроки. Арнесенстен нам показали норвежского специалиста, который выстроил хорошую историю в Сторхамере. Одно время полагал, что сможет работать в параллель в клубе у себя на родине и со сборной Польши. Но потом понял, что не потянет в таком ключе. И вот сейчас он, так называемый, освобожденный тренер сборной Польши. Ух, сейчас Михаличенко ничего себе там захват устроила. Ну и, откровенно говоря, очень хороший бросок получается у Александры Рося. Она набросала 6 из 13, между прочим, в первом матче против команды Сербии. Став таким образом лучшим бомбардиром своей команды. Ну, я думаю, с появлением, во-первых, Полины Горшковой, понятно, что это плановая замена. Но при вот этих дальних бросках в поле, я думаю, совсем скоро мы увидим все ту же поле, но с нашей стороны, в центре, играющей 5-1. Потому что игроки разбросались, действительно, с дальней линии польской команды. И здесь, конечно, надо перестраивать защиту. Я думаю, совсем скоро мы это увидим. Но пока атака наших девчонок в центре Елена Михаличенко меняет задними местами с Катейлиной. Вот хорошо, хорошо вот так раскачивают. Проводят мяч слева направо. И своевременная передача в линию Карина Сабирова. Давайте все-таки будем поснисходительнее. Это не штатная линейная. Она проигрывает эпизод Адриане Плачек. Пытается там каким-то окриком грозным своих еще больше приободрить в защите. Ну, а вот и поднимается Елена Михаличенко и вообще не замечает ни блока, ни вратаря. Шикарные, шикарные действия нашего, напоминаю, 20-летнего игрока. А это Ахрук, передача в линию. Что они делают с этой Матущей? Ну, пусть даже здесь будет 2 минуты удаления. Подзавелась, мне кажется, немного в обороне Елена Михаличенко. Ничего страшного, поиграем мы и в 5 полевых ничего не случится. Как бы, Надежда Кондина, в это время суток назвали бы причетку. Патрисии Матущей. Специально, я знаю, потому что... Сильвия Матуща. С самого начала понравился элемент с бантом и необычный гигангольный площадок. Я еще придумала какой-нибудь яркий эпитет. Я хочу вернуться к действиям Лены Михаличенко. Я думаю, тренеры особо не будут ругать ее за это удаление, потому что ногами Лена работала очень хорошо. Я вообще добавила в защите в центре, я понимаю, установки. Очень хорошо выносила просто линейного из зоны. Ну, там, да, согласно, я, Артем, с тобой перестаралась. Ну, это пойдет на поте дальше. Ильина Щербак и появляется сама, красався я Руси, Вероника Гаранина, если кто забыл девичью фамилию, Никитина. Ну, а дальше ваш выход, Надежда, кстати. Артем, честно, я думаю, многие болельщики посмотрели интервью Вероники Никитиной, которая в федерации гангбола любезно предоставила, любезно, потому что она была настолько эмоциональна. Честно, мы же должны быть откровенны. Я расплатывалась. Когда смотрела это интервью, да, потому что Вероника говорила о том, насколько это сложно оставлять детей дома и приезжать на чемпионат. Но на какие лишения идут мамочки наши, спортсмены. Ну, и понятно, что эту историю, конечно, пропускала и через себя в свое время. Очень понимаю Веронику. Вероника так искренне про это рассказала. Поэтому, кто не посмотрел это интервью, обязательно к нему обратитесь. И еще больше поймете, насколько важное дело девчонки делают сегодня. Ну, и всегда. После того, как этот обволакивающий голос Муравьевый рассказал историю, взорвался российский сегмент гандбольного интернета. И это интервью посмотрят, я уверен, ну, если не миллионы, то многие тысячи. А я посмотрю еще раз. И Веронике большое спасибо за него. Действительно, что искренне. И все остальное вы уже слышали. Семь метров зарабатывает Ольга Щербак. Прорывается. Вообще, надо сказать, что Польша-то в себя пришла. За 8 минут забросила 4 мяча. Это всяко лучше, чем за 30 минут забить 10. Не правда ли? Я согласна, но в себя пришли арбиты сегодняшней встречи. Несколько моментов, похожих в первом тайме. Они пропустили в адрес нашей команды. Но здесь более четко действуют в тайме втором. Может быть, смена климата. Рабостность действует и на них. Пока в втором тайме. Более четко они действуют. А у Польша-команды на пенальти вратари выходят? Я сняюсь спросить. С линии ворот? Нет, вообще, они выходят на пенальти. Потому что Екатерина Ильинак бросает так, как будто вратаря там нет вовсе. Ну, я заметила, что польские вратари как раз-таки на линии ворот располагаются. Сложно в такой ситуации мяч парировать. Ну и, собственно, на руки. Они себе сами усложняют задачу. Зачем? Нужно. Счет уже немножко подрос. Ну, в смысле, вот эта разница 6 мячей сохраняется. Но подрос он до 20 мячей в нашей копилке. 20-14 и играть еще чуть больше 20 минут. Кобылинская. Росик. Ну, а вот эта барышня разбросалась. Она, видимо, поверила в себя. И уже сколько. Ну, на скидку мячей 5-то уже положила, наверное. Да, тем более бросок такой очень тяжеловесный. Может быть, в какой-то степени даже похож на броски нашего правополусреднего Екатерина Зеленкова, которая пока в игре не участвовала. Ну, сложно, конечно, там вратарем. Поэтому, наверное, стоит обратить внимание на то, чтобы предвосхитить события. Не дать им развиваться. Ольф Щербак очень четко здесь действовала. Абсолютно не смутило ее то, что там метался между передачей угловому игроку и не ее защитник. Четко разбралась ситуация и забила этот мяч. Росик, Кобылинская, Ахрух. Не очень понятно, почему не меняет теперь уже Арни Сенсфорд свою заднюю линию. Видимо, есть какие-то иллюзии, что можно догнать Россию. Ну, не знаю. Пусть попробуют. Это Магда Бальс, она очень здоровая. С точки зрения исполнения технического действует правая крайняя польской сборной. Ну, да. Прямо скажем, подопустили. Вот же наши. Я думаю, такой очень умиротворяющий разговор в раздевалке. Не то, что пагубно подействовал. Просто мы поняли, девушки, что где-то можно включить эконом-режим. Я думаю, что ничего пагубного в этом нет, когда ты знаешь, что через день ты будешь играть с соперником примерно такого же уровня. Напомню, что с 7 декабря сборная России играет с национальной командой Сербии. Да, очень четко. Очень четко. Да, вот кодолиния. А там вернувшаяся на площадку чуть-чуть продышавшаяся Анастасия Илларионова. Ну, Артем, я хочу добавить штрихи к портрету. Мне кажется, все-таки не наша сборная немножко расслабилась. Мне кажется, вот... Пришли в себя польки? Польки пришли в себя. Я еще раз повторю, что психологически бывает такое. И мне кажется, я еще раз повторю, что попались они в эту ловушку. Громкие имена, которые перечисляются в прессе, которых нет на данный момент в команде сборной России. Могло это больше немножко расслабить. Ну, не сказать, что бравадные были интервью с их стороны. Но, во всяком случае, немножко было успокоение в том, что сборная России не тот соперник. Ну, кольки ошиблись пока в первом тайме. И я думаю, просто они усилили меры во втором тайме для себя. Ой, 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 Ольга Щербак. Длина, и фулл ее, откровенно говоря, был такой хулиганский. Выставила она ногу на пути, как шлагбаум. И я в нее, соответственно, Росик споткнулась. Но с ней все в порядке. И снова до края. И как здорово, Полина Каплина. Мы, собственно, про вратаря ни слова не сказали, да, во втором тайме. А надо бы. Смена галкипера произошла. Анастасия Лагина, проведшая феноменальный первый тайм. С, я думаю, что более чем впечатляющим вратарским процентом. Но теперь вместо нее Полина Каплина, которая значительно моложе ее. Но разница 4 года между нашими вратарями. 95-99 годы рождения. Валерия Кирдяшева вместе с Антониной Скоробогатченко выходит на площадку в заднюю линию. Но если Кирдяшева появляется впервые в матче, то Антонина Скоробогатченко на площадку возвращается. Ну и Елена Михаличенко на левом полусреднем пока прячется в тени. Но, конечно, немедленно из нее выйдет, когда понадобится. Кирдяшева. И все, и потеря мяча. Задумалась, не нашла решение Валерия. Это Дагмара Ноцунь. У нее был второй показатель результативности по матче Сербии. Но сегодня такой гангбол, что в отрывах Дагмаре ничего не светит забить. А с позиции, собственно, до нее ничего и не доводит. Валерия Кирдяшева, Елена Михаиличенко, Антонина Скоробогатченко. Ох, сплошь молодежь. Красота. Даешь молодежь. Она дает, все нормально. Да, сериал. Действительно, девчонки сыграны по мотивам выступления в молодежной команде. Ну, это еще одно такое звено, действительно, в арсенале Людмилы Бодниевой, которая может абсолютно грамотно и сыгранно действовать. Поэтому я еще раз обращу внимание, что несколько рисунков сейчас выстроены самим тренером для нашей команды, и все мы их в действии уже практически увидели. Но единственное, что да, игроки задней линии, Кирдяшева, Михаиличенко и Скоробогатченко пока мячей не забили, но на их взаимодействие тоже мы сейчас посмотрим после этой 40-й минуты, после замены Валерия Кирдяшева. Росик. Там что-то многовато шагов уже было, но свисток под 9-ти метровый. Полина Каплина активно руководит обороной. Сильвия Матущик. Вот сейчас все-таки подбирается образ в голове у Надежды Муравьевой. Как же все-таки называется вот это произведение искусств, что на голове у Сильвии Матущик. Ну а пока что еще один мяч с задней линии прилетает в наши ворота. До четырех мячей сокращает свое отставание польская команда. Да, уже распоясалась, конечно, Александра Росик. Пора бы ее притормозить. Вот, пятый мяч. Пятый мяч из шести попыток у нее. Но пока это единственное действительно такое сильное звено в атаке для сборной Польши, которая действительно действует, действует безотказно. Но пока Елена Михаличенко и ее попытки были также хороши. Первый пробок, да, по-моему, во втором тайме от Лены Убросковой. Позиции, ну и Каплина. Хотела я только сказать, да, я придержала эти слова. Каплина действительно очень хорошо сменила Анастасию Лагину в воротах. Во всяком случае, с этого края не дает она подобраться. Это Магде Бальсом к воротам. Ну, честно говоря, мне кажется, Магда Бальсом сама немножко голову не включила и подарила нам, соответственно, свою ошибку. Так. Казалось, что здесь мяч не мог не попасть в ворота, но как-то решила эту сложную задачу Анастасия Ларионова. Вернулась уже в оборону. Четыре мяча. Преимущество в середине второго тайма. Настолько спокойно и безмятежно в своей тональности Надежды Муравьева. Вот она, по-моему, сейчас уже удивилась, что как же так? Всего три мяча преимущества. Она, видимо, вынесон, думает, с Людмилой Валериной Бадниевой, которая прямо сейчас нажала тревожную кнопку и вызвала... Ну, не ОМОН. Хорошо. Вызывает экстренные службы. Так и есть. 22-19 выигрывает сборная России, но дальше что-то надо делать. Всего плюс три. Четвертый рак забросает. Если вы с Афиром договорились, я сговорила. Второй, если вышел далеко, играйте до конца. Третий, не впустите им за спину линейного. Ясно или нет? Нападение... Я не знаю, чем провинился там, так называемый... Звукооператор. Почему он не может так же уверенно подсунуть свой прибор, который насасывает все звуки для перерывов Людмиле Бадниевой? И почему мы слышим постоянно только Арнессенск? Ну да, действительно, тайм-аут был от российской стороны. Поэтому хотелось бы, да, услышать, чем будут тушить такой небольшой пожар пока сборная России. А вот интересно, как отреагируют девчонки, действительно. Ну вот, как бы впервые в матче что-то пошло не так. Антонина Скоробогаченко, Валерия Кирдяшева и Елена Михаиличенко. Это сочетание, собственно, вот то самое, что было и до перерыва. То есть перестановок не стали делать в нашем штабе. Мне показалось, что Тоня там лишний шаг сделала. Арбитры позволили играть дальше. И на поднятых руках уже Антонина Скоробогаченко идет и не очень смело атакует с позиции левый полусредний. Но вот, честно говоря, ее состояние, ее какие-то кондиции, самочувствие и вера в себя заставляют немножечко волноваться. Тоня пока сама не своя. Но, впрочем, это можно было говорить и про концовку сезона. Ну, точнее, того, что предшествовало паузе на чемпионат мира. Я имею в виду клубную историю в ЦСКА. Да, пожалуй. Но вот тот элемент, как раз-таки, в защите продолжает у нас действовать и действовать успешно. Если один из игроков проигрывает, тут же получает подстраховку от игрока рядом. В предыдущий момент это все тоже проиллюстрировал. Здесь быстро выбегал Антонин Скоробогаченко. Но, к сожалению, ошибается на заслоне Анастасии Ларионова и отбирается в сборной России. Мяч переходит в атаку Польша. Людмила Валерьевна, не переживайте вы. Да, я понял, что уже что-то пошло не так, что-то не по плану. Но сейчас они возьмут себя в руки. И все должно быть хорошо. Ну, да. Росик почувствовал себя звездой чемпионата мира. Неожиданно. Давайте тогда представим этого игрока. Александр Росик играет за французский довольно амбициозный клуб Безансон. Фулл в атаке. Антонина, не нужно играть спасительницу Отечества? Родина-мать, да, стоит в Волгограде, но не нужно. Не нужно нам каких-то этих гонбольных реинкарнаций. Ну, я просто, и Артем, и ты, и наши болельщики знают, что есть еще другие защитные схемы у сборной России. Просто главное не забыть ими воспользоваться. Пока все те же 6-0. Анастасия Лоренова в центре. Ну, и Росик смещается в центр, подготавливая очередную для себя атаку. Здесь нужно быть максимально внимательным. Обратно они меняются местами. И вот эти действия, которые Елена Михаличенко раз за разом демонстрирует в сегодняшней игре, довольно-таки успешно. Надо просто активно продолжать их вытворять в жизнь. Быстрая атака. Здесь уже включается в игру Адриана Плачек. Очень стремительно меняется характер игры. Сокращается все больше и больше преимущества российской команды. И составляет за 11 минут с половиной до конца всего лишь два мяча. Что происходит, честно говоря, не знаю, наверное, ответа нет даже у Людмилы Бодниевой прямо сейчас. Вообще есть ощущение, что наши не забивали уже восемь с лишним минут. Да, позволили себе несколько не столько неподготовленных атак, сколько не до конца вложиться в броски. Но пока все, что происходит... Все, что происходит, называется настоящий, даже не женский, а девичий гонбол. Женский, Артем. Девичий. Соскучились. Соскучились по-женскому. Поэтому и по этим качелям пока, конечно, нужно... Арнессен сейчас уже жвачку заживал, так поверил в себя и в команду. Надо, мне кажется, уже заканчивать с этой вот мнимой верой сборной Польши в саму себя. Но это зависит от нашей команды. Здесь, конечно, нужно в первую очередь остановить их атаки. Они действительно были яркие, начиная с первого тайма. Ну и во втором все то же самое продолжается. Польша ликует, вся лавочка подскакивает. Ну и Россия забивает восьмой мяч с десяти попыток. А почему с мячом снова сборная Польши? Можно узнать? Что-то случилось. Наши, по-моему, забыли вообще, как играть. Кто-то должен сейчас, грубо говоря, по голове просто стукнуть. Каждый, кто сейчас на площадке. Людмила Валерьевна, ваш выход. Итак, Центр обороны Анастасия Ларионова и Елена Михаличенко, Полина Горшкова, Антонина Скоробогаченко на позициях вторых. Екатерина Ильина и Ольга Фомина. По сути дела, стартовый состав, за исключением Полины Горшковой. А вот, кстати говоря, мы видим новое лицо. 44-й номер в составе сборной Польши. Она не принимала участия в матче с командой Сербии Неведомска. Юлия Неведомска. И, в общем, она поучаствовала в эпизоде, где была совершена ошибка. Молодой игрок, даже, можно сказать, юный, всего лишь 2002 года рождения. Это юная, талантливая гонболистка. Она сейчас на позиции второй, но показывает ей, по-моему, замену. Или нет? Это она спрашивает, нужно ли выдвигаться ближе под Антонину Скоробогаченко. Выдвигаться, может быть, и не нужно. Карина Сабирова меняется, ищет позицию в линии. Но, наконец-то, Тоня! Мы проснулись! Более чем вовремя. Действительно, эта атака была важна для нашей команды. Ну и на паузу так немножко были защитные действия гонболисток России. Нужно их возобновлять, их активность. Начали девчонки действовать так же, как в первом тайме. Предыдущая атака блоком была встречена от Полик. Ахрук. Показал Росик хорошее движение. И здесь нормально. Нормально играют Скоробогаченко с Фоминой. Быстрый розыгрыш Матущик. Наши пытливые зрители подсказывают уже неимоверное множество вариантов для названия ее прически. А там Кинга Ахрук забыла посмотреть себе под ноги и наступила на линию. Анастасия Илларионова пострадала в одном из эпизодов. Возможно, разбита губа. Держит она лед на лице, на нижней части лица. Соответственно, что-то там случилось. Артем, мне кажется, тот момент, когда у нас мяч отобрали, там, скорее всего, Анастасия Илларионова, разворачиваясь в защитников, встретилась. Потому что у нас мяч был отобран. Но Настя попросила срочную замену. Хочется надеяться, что это не серьезное повреждение. Ну а мы теряем мяч в атаке. А, вот он. Вот он, бросок с продолжением. В лицо. Неведомская. Молодая. Как говорит коллега Приголовкина, резкая, как газировка. Девушка бросила и потом продолжила еще в лицо Анастасия Иларионова. Точный бросок по дальнюю штангу. Да, но и раскова не стала действовать сборная Польши в атаке. Я думаю, все-таки есть здесь вот элемент того недооценки нашей команды в тайме первом. Ну а здесь уже все так же остается в наших руках. Надежная игра в атаке. И более агрессивная защита поможет нашей команде вернуться. Все равно на позицию лидера в игре пока длинные скрестные перемещения от них. Ну в общем, это не наш стиль, как сборная, например, Нидерландов или Норвегии. Вот они встали и пошли 60 минут гонять соперника. Забьют 17 в первом тайме, 23 во втором и радуются жизни. Мы должны обязательно потерзать политические души. Помните первый тайм с Камероном? Ну что это было такое? Ну это вообще не гонбол, а что за игра не ясно. И сегодня. Отличный первый тайм. А во втором мы вот за 23, уже 24 почти минуты забили только 7 мячей. Никуда не годится. И вот получаем на ровном месте такую нервную концовку. Казалось бы, с чего вдруг, но сами все отдали. Сами позволили полькам, которые ну вообще ничего из себя не представляли, откровенно говоря, в первом тайме. Вот знаете, надеяться, что по-прежнему можно зацепить какие-то очки. Выше стали выдвигаться. Артем, извини, что перебиваю. Там очень высоко вышла Карина Сабирова. Сначала на одного игрока, левого полусреднего, следуя ее, ну не примеру, на установке тренерской. На второго бьющего игрока также вышел второй игрок защиты. Что не позволило полькам как раз-таки выполнить вот эти броски, которые стали решающими в тайме втором. Пока постепенно, не так резко, как в первом тайме наращает преимущество сборной России. Но маленькими шажками отвоевывает преимущество, которое заработало и заработало действительно по делу. Ах, здорово! Тоня обыграна! Как здорово! Сейчас она передернула защитницу и вошла в 6 метров как к себе домой. 5 минут до конца этой встречи. 4 из 7 у Антонина Скоробогатченко. Будет хорошо, если она по ходу турнира постепенно-постепенно будет становиться самой собой настоящей. 24-22. Что дальше делать? Плюс два мяча имеем преимущество. Я останусь при своем мнении, что не так много козырей, козырей, козырей. Артем, ты точно меня поправишь, филолог по образованию. А вот здесь! Нет! Опа! Сейчас пойду смотреть телевизор. Обязательно, да. Не так много козырей у сборной Польши. Один из них она разыграла в полной мере, остальных нет, я считаю, в команде Польши. Ну и поэтому нам надо, конечно, доводить до логического завершения эту игру. Мы у них уже вымыли козыря. Сейчас мы их расстреляем. А пока, пока видеопросмотр относительно гола или не гола в исполнении Екатерины Ильиной. Ну и посмотрите, вот немножко, немножко огня от Людмилы Батни. Ну а что нам скажут датчанки? Нет, бросок вратаря. А польки радуются, как будто, я не знаю, сессию на отличное сдать. Ну что мы должны понять по этому повтору, мы вообще непонятно. Ракурс, мягко говоря, ниже среднего. Для определения взятия ворот, ну ладно. Судьи решили, что гола не было. Играем дальше. Все тот же счет 24-22. Кобылинска. Что-то мы позабыли про нее. Она вначале, ну, хоть что-то пыталась изображать. Потом вообще ушла с площадки. Таймаут Арны Сенстеда. Последний для норвежского специалиста. Ну а Людмила Батниева, как человек мудрый, свой таймаут приберегла на самую концовку. Он может, конечно, пригодиться. Пока же вещает для своих Арны Сенстеда. Да, мы продолжаем таймаут. Только Арнес Энстод, интересно, что тайм-аут в польской стране начался с обсуждения такого самого горячего и актуального между игроками, и только потом как резонер вступил в Арнес Энстод и все объяснил. На самом деле ничего там судьбоносного он не говорил, просто про скрестные перемещения и про большую решимость момента, когда это требуется. Мы посмотрим, что с характером у этой польской команды, ну и как, естественно, ей противостоять будет сборная России. Моника Кобылинска на ваших экранах, капитан сборной Польши. Абсолютно таким же образом проверяется в таком матче характер сборной России. Появляется Милана Таженова, защищается она вторым игроком. Карина Сабирова рядом с ней, все так же внимательно с линией, справляется в этой попытке тоже. Фиксирует арбитры попадания мяча в ноги. Росяк. Да, идет Ахрук и Кобылинска, но тут слишком, по-моему, слишком очевидны были ее намерения, почему никто не вышел, понять сложно. И опять расстроена, опять расстроена Людмила Валерьевна. До мяча снова польки сократили свое отставание. Пока Анастасия Ларионовой, да-да, между прочим, наши единственные линейные оказывают помощь, Карина Сабирова вновь вынуждена играть в линии. А это уже самые последние минуты, это самые решающие мгновения этого неожиданно интригующего матча. Ирина, прокачивают зону, но как-то вот без искры, без какой-то уверенности. Как будто боятся в каждом пасе ошибиться. Ну, и очень сложно психологически перестраиваться. Здесь уже мы попали в ловушку, но, пожалуй, сами, после такого спокойного первого тайма, очень тяжело, конечно, настроиться на борьбу в тайме втором. Это оправдание, Надеюсь. Нет, нет, я просто имею в виду, как складывается игра. Я просто имею в виду, объективно так и есть, но другое в то, что характер проявить, конечно, нашей команде придется, и это, скорее всего, уже... Пора делать, кстати. Пора бы. Меньше трех минут играть. Елена Михаличенко вновь попала в оборонительный капкан Полик. Ильина, как она сейчас там видела бедрами! Ну, и кто как не лидеры и самые опытные игроки сборной должны взять решение момента на себя? Катя Ильина очень хорошо защитников поддержала и нашла передачей Юлию Моногарову. Ну, может быть, я сейчас не вовремя так, потому что, предускушая кульминацию, скажу словами классики современника, вот когда вот этот жест Юлии Моногаровой, так вот, процитирую все-таки уважаемого человека, не килограммы женского тропинга. Да, я не смотрю 7 метров. Артем, ты смотришь? Я внимательно. Давай. Глаза Ильиной. Добрый вечер! Екатерина Ильина! Краса и гордость сия Руси! А Елена... О, господи, Елена прекрасная, у меня уже такие образы вертятся в голове. Вертятся, и весь мир вертится. Две минуты играть, два мяча преимущество. По-прежнему... Милан Таженова хороша сейчас, вот смотрите, на этом высоком прессинге. Так же, как и Юлия Маркова, вот здесь помочь нужно Милана. Здорово. А как насчет Кобылинской? Отлично! Карина Сабирова, смотрите, грудью встает на защиту ворот и удивилась. Удивилась этой встрече Моника Кобылинской, не правда ли? Артем, я только поддержу твой возглас. Как насчет? Как насчет перестроиться в защите? Очень вовремя. Наша команда это и сделала. Эти высокие выходы на игроков задней линии... Семь метров назначает? Да. На игроков задней линии все-таки оставили без бросков сборную Польши, Артем. В номинации «Лучшее название для прически Сильвии Матущик» наши зрители прислали вариант «Помазок». По-моему, шикарно. По-моему, наша просто высокообразованная публика, интеллигентная, она вот лучший образ подобрала. А где мяч? Можно узнать? А я не смотрела, Артем. Все-таки я все равно храню еще... Он улетел в испанскую сетку, но с другой стороны. Храню еще приметы, которые работали в игре. Правда? Когда играла. Какие же вы все суеверные, Надежда Станкина? Не так их много, но для команды «Лада» открою такой инсайт. До сих пор приметы, которые работали во время игры, я ее до сих пор перед матчами «Лады» делаю. Расскажу тебе после игры. Интересно, есть ритуал в день игры по-прежнему вставать с какой-то нужной ноги или нет? Вокруг так много детей, они меня сбивают. Не успеваю все сделать, но относительно матчей нашей тольяттинской команды большое пламя. Привет. Тольятти тоже. Я сейчас должен объяснить по поводу детей. Не в детском саду работает Надежда Муравьева. Она просто мать троих детей, чтобы вы правильно понимали. Катя Лина, ну, Артем, я, опять-таки, из тех же людей, которые не комментируют работу арбитров, но там сейчас несколько раз в лицо пришли удары Катя. А я же говорил, что эти датские арбитры-то не всегда соответствуют. Справедливость восторжествовала, и в руках она была. У Антонина Скоробогатченко. Антонина, 39-я гвардейская, хорошо, не дивизия, команда Скоробогатченко. 26-23. Все, добрый вечер. Спокойно поедем дальше, девоньки. Победа упакована и завернута. Как всегда, вы любите, попили кровушки болельщиков. Немного валидола и прочих запрещенных препаратов было использовано. Ну, в общем, хорошо хоть так. Победа. Победа в руках российской сборной. Широко и так искренне, с теплом улыбается Надежда Муравьева. 26-23. Победа российского гонбольного оружия над командой, которая, казалось, была обречена уже по итогам первого тайма. Посмотрите, какие эмоции за то.